Если у нас граница такая резкая, то есть здесь укропли субстрата, а здесь укропли субстрата, тогда у нас ядра похуже, то есть они имеют эксклюзивную особенность и, соответственно, умолтворяют вот такими цифрами. Еще одно предложение касается именно теории вязки укропли. Здесь, в отличие от первого примера, на месте оператора Лапланса или двойного дифференцирования стоит оператор Ламе. Теория вязки укропли. Это такая в конце концерта. И это уравнение описывает колебания трехмерного вязки укропа в объеме. В данном случае область у нас ограничена. Ну и, соответственно, тоже Каунас, как перезорит наследие в конце концерта в середине. Ну, это, соответственно, трехмерный метод. Так, ну, на самом деле, вам хочу сказать, что вот эта вот модель, которая возникает в теории вязковой трудности, она одна из наиболее простых моделей. В моделях этого класса могут возникать ситуации, когда здесь стоит несколько сверток. Причем могут присутствовать такие операторы, то есть оператор Ламе или, например, оператор господетвердиент-дивергенции. Ну, соответственно, сколько-то может стоять операторов такого типа, ну и, соответственно, какие-то свертки с операторами либо Ламе, либо господетвердиент-дивергенции. То есть задача может быть гораздо более сложной. Так, вот мы сегодня рассмотрим более простым. Так, ну, значит, собственно, они до 10 следований этих задач. Значит, мы будем рассматривать уравнение с операторами коэффициентами. Это имеет смысл в данном случае, поскольку оператор у нас может реализовываться разных курсов. Ну и, соответственно, исследуем будем проводить в случае с нейтрального анализа операторов функций, которые возникают. Это, значит, при применении прямого взаимоплаза и классического оператора функций. Ну и, соответственно, будем формулировать теорему корректной разрешенности для соответствующих начальных задач и анализировать спектр соответствующих операторов функций. Так, ну вот, собственно, вот общая основа. Значит, оператор, понятно, будет идентифицированный, или оператор ламе, заменяется на абстрактный оператор, положительный, самосопряженный, значит, действующий всепарабленный вибридентом в пространстве h. То есть u – это у нас функции со значениями в пространстве h. И, соответственно, имеющие, ну, в общем случае нам понадобится, на самом деле, компактный оператор. Ну, в некоторых задачах достаточно ограничены, на обратном операторе. Ну, и, соответственно, перечислены различные возможности реализации для оператора. Значит, оператора квадрат мы пишем исключительно для удобства. Можно, в принципе, писать оператора. Закажу потом коробку написать. Вот, пишем оператор квадрат. А здесь вот, значит, мы рассматриваем те классы ядер, по отношению к которым будут сформулированы наши результаты. Он может иметь вот такой вот вид, то есть как сумма положительных рецептов и некоторых салярных функций. Вот, причем, значит, вот эти вот функции R, G, L, T, они могут реализовываться как выбывающие экспоненты. Это самый простой случай. Вот. И, значит, вот случай с выбывающими экспонентами, он на нем, в общем, достаточно подробно изучен уже давно. Все это старые результаты наши. Ну, соответственно, новые результаты относятся к классу ядер так называемых дробных споненциальных функций, то есть которые имеют интегрированную особенность в нуле. Слабый сингулярный ядер. Вот они, собственно, используются в теории газовой пробости, но не более часто. И, собственно, их изучение инициировано общением с сотрудниками кафедры теории и упробности в Московском университете. Вот. И вот конкретное изучение идеаля нам рекомендовал Георгиевский Дмитрий Владимирович, советующий кафедры теории и упробности. Значит, здесь у нас вот, во что нужно обратить внимание, что вот гамма J – это, значит, положительная вырастающая последовательность. То же самое вот только J. И альфа – это у нас некоторая параметка, которая делает интервал от 0 до 1. Значит, вот интересно вот особенно вот это вот ядро. Значит, вот оно сочетает в себе свойства с одной стороны ядра амеля, вот, а с одной, с другой стороны оно имеет хорошее убывание на бесконечности. Вот. То есть 3a, два равных единиц – это просто обращается в сумму ниппл. Просто в экспонент. Отделим, взятую. Так, ну и, значит, легкое обращение. Сумма-экспонент – это вот такой-нибудь синтексический интеграл, значит, с положительной мерой, и функция распределения – это, значит, не убывающая интервалерная справа-экспонент. Ну, и, значит, если у нас ныр – это ступенчатая фундиция, она, соответственно, реализуется, и дыро превращается в просто сумму-экспонент. Так, значит, вот вторая часть доклада посвящена результатам проекта «Разрешимость». Значит, разрешенность мы будем рассматривать в абстрактах с области пространства на положительной полуоси. Значит, норма в этих пространств вводится вот таким вот образом – это весовые пространства. Ну, и, соответственно, больше информации о этих пространствах можно найти вот в книге Леонсе Моженица. Ну, соответственно, и два – это частный случай, когда я на работе. Так, значит, определить понятие «решение». Значит, «решение» мы будем понимать смысл, ну, понимать смысл почти всюду, то есть сильное решение, которое удовлетворяет вам минию 1. Вот. И, значит, начальному слову М2, почти всюду, значит, и, соответственно, решение пространства вводит В2. Так, ну, дальше, собственно, мы вводим, для того, чтобы сформулировать нашу теорему, вводим, значит, пространство влаж бета – это область облюдения. Вот. И, значит, в качестве D мы вводим, обозначаем константы, которые не зависят от правой части, иначе их вну. Вводит В2. Так. Сначала сформулируем теорему разрешимости для вот таких вот состетий. Для добились и Дзевских антеграмм. Вот. Ну, и, соответственно, частым случаем это разрешимость будет разрешимость для сумок в спане. Вот. Значит, вот здесь вот мы налагаем вот такие вот условия на эти ядра. Это, на самом деле, условия устойчивости нашей задачи. Вот. Вот. Ну, а это вот условия гладкости ядра. Так. Ну, это просто частый случай, когда, значит, ядро – это сумма в спане. То есть, аналогичные условия. Так. Вот, собственно, прогрессорка теоремы. Значит, вот условия у нас как вот. Значит, правая часть с А и по Т из пространства В2 с весом, неотрицательным весом гамма. Вот. И здесь вот важную роль играют начальные условия. То есть, если у нас ядро гладкое, то на начальные условия у нас накладывается меньшее количество. Ну, соответствующий оценок. Значит, если это условие выполнено, то на начальные данные накладываются менее жесткие ограничения, значит, если это условие не выполнено, то накладываются более жесткие ограничения. Так. Ну, и, соответственно, следующие результаты, они касаются уже новых ядер, слабосимбулярных. Значит, есть в качестве условия, стоящиеся используются в таком условии. Вот. Возможно, такой основной тоже получится. Так. Вот формулировка теоремы для собственной гидратии В2. Так. Ну, тоже про правую часть мы требуем то же самое. Значит, здесь в данном случае на альпе мы накладываем вот такое вот ограничение. Вот. Потому что для интервалаов от нуля до 1,2, этот результат пока не удалось распространить. Там больше не удалось. Ну, и, соответственно, получается такая вот оценка, как для, ну, такая же, как для суммы экспонент, но, соответственно, имеющих особенности мудря. Так. Ну, для этого класса ядер тоже можно на такую же теорему показать. Это здесь вот надо использовать в качестве того же случая. Узор просто 21. Так. Ну, теперь вот более интересный человек подкладывает спектральный анализ. Значит, предполагается у нас оператор альный компактный и обратный. Значит, рассматриваем базисы, собственно, первого оператора. Ну, и, соответственно, собственные значения. Собственные значения в порядке вот по взрослому. Так. Значит, применяем, например, знамя два класса к нашему уравнению. Можно его нажать? На один. Ага. Вот. Причем с нулевыми начальными данными. Преданного класса с нулевыми начальными данными. Вот. И, значит, в результате получаем вот какой-то символ. Здесь нужно дать определение спектра, собственно, вот оператор функции или от лямбда. Вот. То есть вводим понятие изолиментного множества. То есть это множество таких лямбда, где существует ограниченный оператор или минус 1 от лямбда. Но, соответственно, не выполнение к этому множеству. Ну, это вот спектр оператор функции или от лямбда. Ну, это в принципе. Так. Так. Сначала рассмотрим опять такие случаи, когда у нас ваше гидро подставимое средство с интегралом. Можно опять нажать. Вернуться обратно. Значит, тогда прояворизайн Лапласкин имеет вот такой вот вид. Вот. Значит, и предполагая, что у нас носитель меры 9 нуля, вот, можно показать, что оператор функции или от лямбда имеет ровно одну бару комплекта скреженного слоевого значения, которая имеет вот такую вот асимптотику. Причем здесь вот важен факт, что в данном случае у нас есть вертикальная асимптота комплексной космоски, которая определяется с другими значениями. И, собственно, вот эти вот собственные значения оператор функции у нас асимптотически подвижаются к этой вертикальной асимптоте. То есть у нас поведение, на самом деле, в данном случае близко к поведению волнового уравнения. К волновому уравнению собственные значения будут просто лежать там мимо оси. А здесь у нас происходит как бы небольшой взбег влево. То есть у нас все-таки преобладают свойства волновые, но и начинают перемешиваться уже свойства диссипативные, то есть связанные с формалическими уравнениями. Так, ну это вот у нас, это такие уже наши старые результаты. Просто, значит, я их привожу для сравнения с умным результатом. Так, это, собственно, теорема о структуре спектра. Здесь мы предполагаем, что у нас мера имеет компактный носитель. И в этой ситуации можно показать, что у нас спектр операционных функций состоит из объединения двух частей. То есть вещественные части, которые имеют, значит, поведение вещественной части, зависит, соответственно, от свойств мира имени. И, значит, мнимые части, то есть, ну, комплексные, невещественные части, которые, поведение которой определяется легче. То есть оно состоит, вот, значит, невещественная часть, состоит ровно из пары, вот одной пары комплектов с содержимым соком. Такая же теорема остаётся справедливой и для вот этих вот дробно экспоненциальных ядер, но в этом случае вот этого множества может быть пусто. То есть у нас спектр состоит только вот из невещественной части, ну, при определённых условиях на вот этих вот ядер. Ядро представляет собой суммуэкспонент. Так, можем нажать на 8. Так, суммуэкспонент, но при этом условие 10 не выполнено. То есть у нас имеется особенность мури. Продолжение следует...